Добрый день, уважаемые родители! Приветствуем вас на канале Союза педиатров России. Я Каркашадзе Георгий Арчилович, заведующий отделением когнитивной педиатрии. Сегодня мы хотим акцентировать внимание на тех заблуждениях и ошибочных представлениях среди родителей о речевом развитии детей, которые мешают вовремя оказать помощь детям. Первая ситуация это, когда родители поздно обращаются за помощью к специалистам. В случаях, когда у ребенка имеется задержка речевого развития, они рассчитывают на то, что их ребенок самостоятельно, самопроизвольно заговорит с 3-4 лет. При этом они часто ссылаются на примеры среди родственников, знакомых, когда их дети действительно начинали спонтанно разговаривать с 3-4 лет, имея до этого задержку речевого развития. Может ли ребенок, у которого практически отсутствует речь, внезапно заговорить в возрасте 3-4 лет? Да, может, такие случаи мы фиксировали, но родителям надо иметь в виду. Первое, в тех случаях, когда ребенок спонтанно самостоятельно и успешно сразу предложениями начинает разговаривать с 3-4 лет, часто в этих ситуациях при дальнейшем наблюдении выясняется, что у детей все равно имеются те или иные речевые нарушения с чтением, с письмом, другие легкие речевые нарушения. Поэтому их не всегда можно назвать абсолютно успешными в сфере речевого развития. И второй, самый важный случай, когда ребенок был задержан в речевом развитии, а потом спонтанно и правильно заговорил, крайне редки. И таким образом вероятность того, что ваш случай отнесется вот этому самостоятельному, скажем так, выравниванию, крайне низок. Поэтому не стоит терять время и следует сразу обратиться к специалистам. Вторая ситуация касается различий в речевом развитии мальчиков и девочек. Всем известно то, что у девочек речевое развитие несколько слегка опережает речевое развитие мальчиков. Это выявляется в большей речевой активности и, может быть, в более раннем дебюте речи. Однако, когда мы говорим о проблемах в речевом развитии, нам стоит четко акцентировать внимание. Мы говорим о том, что сравниваем речевое развитие вашего ребенка с речевым развитием средней нормы, общепопуляционной нормы. Мы не говорим о сравнении речевого развития вашего ребенка и речевого развития девочки. Таким образом, если ваш ребенок отстает от нормативного речевого развития и отстает существенно, не имеет значения, какого он пола, в любом случае необходимо обратиться к специалистам. На этом позвольте закончить. Спасибо за внимание. В следующих наших включениях мы поговорим о нормах речевого развития. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.